МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговые новости на телеканале Алматы. В студии для вас работают Дина Женабекова. И Диас Мохамбетов. Смотрите сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем выпуск. Во всех домах Степногорска после аварии дали тепло, сообщили в пресс-службе Акимата Акмолинской области. Без отопления со вчерашнего вечера оставались 89 жилых домов и социальные объекты. В то время как в Степногорске люди замерзали в 30-градусный мороз, в Ридере Восточно-Казахстанской области устраняли последствия разлива реки. Обо всем по порядку расскажет Даля Насипова. Вот сейчас батареи уже теплые час. Все устранили. Будем дальше следить, смотреть. Спасибо большое за понимание вам. Проверяя, насколько теплые батареи, Аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов навестил жильцов одного из домов в 6-м микрорайоне Степногорска. Порыв теплотрассы произошел на пересечении улиц Славского и Целиноградской накануне около 10 часов вечера, когда столбики термометров опустились ниже 30 градусов. Без тепла остались не только дома, но и социальные объекты. Устраняли аварию 30 человек и 6 единиц техники. Не замерзли? Ну, трава уже немножко. Жарко? Нет, сейчас жарко. Сейчас. Немножко сливали воду. Пока в Степногорске восстанавливали теплосети, в Ридере чистили территорию вокруг подтопленных домов. Из-за повышенного сброса воды из берегов вышла река Хариузовка. В результате подтопило 4 частных дома и дворы. Жителям предлагали эвакуироваться, но те отказались. Воду в домах откачали. Теперь просушивает фундамент. Комиссия должна эти решения вынести. Если возмещение ущерба, то нужно будет с учетом весеннего периода обязательно посмотреть по провозции. Проблемы техногенного и природного характера происходят в стране практически каждую зиму. В прошлом году из-за аварии на ТЭЦ замерзал экибастуз. Ранее в правительстве заявляли, что на ремонт теплоснабжения в Ридере и Семее выделили свыше 24 миллиардов тенге. А в течение 14 лет обновят все тепловые сети. В экстренной помощи нуждаются и жители одного из многоквартирных домов в Актау. Этой зимой люди вновь остались без централизованного отопления и теперь вынуждены согревать свои квартиры электрообогревателями. Такие коммунальные муки, говорят люди, испытывают больше, чем четверть века. Проблему усугубляет отсутствие газа и перебои с электричеством, а также огромные счета за коммуналку. Когда и как удастся решить многолетнюю проблему, узнает Аида Иманалия. Чтобы не замерзнуть в собственных квартирах, 35 семей вынуждены пользоваться электропечью. В домах от этого немного теплее. Вот только отапливая каждую комнату, жильцы столкнулись с новой проблемой. У них заметно увеличились счета за коммуналку. Но и это еще не все. Жителям приходится использовать и газовые баллоны. Газовый баллон есть в доме у каждого из нас. У кого-то два, у кого-то три. С помощью него мы готовим еду. С 1998 года мы не пользуемся отоплением. Где-то взорвался один провод. После этого мы пошли к Акиму. А там говорят, что это не в их компетенции. Ежемесячные затраты на электроэнергию каждой квартиры свыше 100 тысяч тенге. Это при том, что перебои со светом происходят ежедневно, говорят люди. А вот самому живому объекту, стены которого давно покрылись плесенью, нужен капитальный ремонт. Как приватизировали, так и лишили воды и газа. Мой супруг уже три года собирает документы, подтверждающие, что зданий не было на балансе Акимата. Говорят, что решат. Уже зима на носу. Нам в первую очередь нужно подать тепло. Мы используем газовые баллоны. Это опасно. Этот дом построили в 1987-м для работников завода в регионе. Объект, который изначально был общежитием, приватизировали жители. Теперь здание на балансе Акимата не состоит. А самая насущная проблема – это отсутствие отопления. Тепловая труба идет в подвал дома. Поскольку эти квартиры частные, система отопления квартир осуществляется за счет государственной программы «Возвратные фонды». Дом прошел техэкспертизу. По результатам анализа сделан вывод, что ему требуется капремонт. После того, как проектно-сметная документация будет готова, выдадут разрешение на выделение средств. Когда в домах жителей появится долгожданное тепло, пока неизвестно. По словам чиновников, сейчас они готовят документы для строительства газопровода. Однако это дело не одного дня. Аида Иманали, Амина Усенова, Жезирак Ванышпек, Казы Мукагали, Нурдаулет, телеканал Алматы. Скандально известный артелор «Миттл Тимиртау» официально переименовали в «Кармет». Сегодня стало известно, что акции компании выкупил инвестор Андрей Лаврентьев. Его трудовому коллективу представил глава региона. Все подробности о ситуации вокруг предприятия, где за многие годы произошло немало трагедии, погибли десятки шахтеров, журналистам рассказал глава Минпромышленности Канад Шарлопаев. Всю информацию о состоявшейся сделке собрала и наш столичный корреспондент Мира Альжанова. Сегодня на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Канад Шарлопаев заявил об окончательном уходе «Арселор Миттл Тимиртау» из казахстанского рынка. На его смену пришла группа компании «Альюр» во главе с Андреем Лаврентьевым. Этой без преувеличения исторической сделки предшествовала череда трагедий на шахтах во время правления «Миттла». Только за последние семь лет на предприятиях оскандалившейся компании «Арселор Миттл Тимиртау» погибло порядка 80 человек. Причина ЧП – несоблюдение требований безопасности, неэффективность производственного контроля и износ оборудования. Последней каплей стал взрыв на шахте имени Костенко, унесшей жизни 46 горняков. Впрочем, переговоры о передаче казахстанской магнитке и государству шли с прошлого года. Первоначально инвесторам была озвучена достаточно значительная сумма. Это было 3,5 миллиарда долларов на первоначальном этапе переговоров. Финальная стоимость сделки за два этих актива – за «Арселор Миттл Тимиртау» и за трубный завод «Вактау» – 286 миллионов долларов. По словам министра из госбюджета, на реализацию сделки не потрачено ни тыина. При этом в самом «Арселор Миттл Тимиртау» заявили, что претензий к Казахстану у компании нет. Сам же глава предприятия Лакшми Миттл отметил, что уезжает с уважительными воспоминаниями о нашей стране и всех тех, кто с ним сотрудничал. Отметим, переговоры состояли из 11 раундов и велись с сопровождением Генпрокуратуры и Минюста. «Самое важное в данном случае для государства – это сохранение работоспособности этого предприятия и сохранение полностью 32 тысяч рабочих мест. Мы получим полностью сохранение всей налоговой базы и самое главное, что я считаю принципиальным уже с точки зрения Министерства промышленности в Казахстане останется и будет полностью работать 100% интегрированный производитель стали». Между тем, Арселор Миттл Тимиртау официально вернули старое название «Кармет». Новые инвесторы и глава Карагандинской области Ермагамбет Буликпаев уже встретились с трудовым коллективом предприятия. Они обсудили дальнейшие условия работы и оплаты труда. В Алматинской области продолжается громкий уголовный процесс по делу бывшего замруководителя рынка «Алтынорда». На скамье подсудимых Эрмек Маркабаев. Его обвиняют в хранении наркотиков. Во время слушания в Харасайском районном суде сторона защиты заявила о необоснованности выдвигаемых следствием обвинений. Самого Маркабаева в зале суда не было. Он подключился к процессу в онлайн-режиме из СИЗО Талдыкургана. Подсудимый заявил, что даст показания только после согласования с адвокатом. На заседании присутствовали также его родственники. Процессуальная ошибка при санкционировании арестов, а это именно те материалы уголовного дела, которые направлялись при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения в виде ареста в отношении моего подзащитного. Ни один следственный судья не заметил данную ошибку в уголовном деле. Хотя это очень важнейший документ. Каких-либо нарушений на сегодняшнем суде мы не увидели. Наш адвокат в зале суда перечислила противоречия предыдущего заседания по этому делу. Мы вместе с родными верим, что будет принято справедливое решение. А от себя скажу, что наш брат не мог употреблять наркотики. Напомню, Эрмека Маркабаева задержали в июне этого года прямо на улице недалеко от рынка Алтунарда. В полиции тогда сообщили, что во время обыска у него обнаружили порошок и пистолет. Позже по факту завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение хранения перевозка или ношения оружия». В североказахстанской области заболеваемость корью за последнюю неделю выросла почти в полтора раза. В регионе 200 человек с подозрением на инфекционные заболевания. Больше половины подтвердились лабораторно. Значительный рост кори отмечается в Академии Нацгвардии. Число заболевших там достигло 47 человек. Исследования по трём ещё ведутся. Все мероприятия были вовремя проведены. В самой Академии у нас там было 1195 контактных лиц и 198 человек отсутствовало вакцинации. Из-за того, что отсутствовала вакцинация, следовательно, и произошло такое количество случаев в данном учреждении. Было экстренное в течение 72 часов поликлиникой привито 92% от подлежащих. Отмечу, в прошлом году в регионе не было ни одного случая заражения корью. Что касается школьников, то с начала года среди них заболели 11 человек. Заразились и три медработника. Есть заболевшие среди студентов. В Североказахстанском профессионально-педагогическом колледже на данный момент зафиксировали 21 случай подозрения на корь. Сегодня, как известно, в колледже города Петропавловска ситуация сложная. У одного из студентов лабораторно была подтверждена корь. Около 1020 студентов были контактными лицами. Сейчас ожидаем результатов исследований по 20 фактам. Вы смотрите новости. Далее в выпуске. На что потратят бюджетные деньги Алматы в ближайшие три года? Новые дороги, дефицит кадров. Какие еще изменения ждут дорожно-транспортную отрасль страны? Продолжаем выпуск. Бюджет Алматы сохранит социальную ориентированность. Об этом стало известно на внеочередной сессии Масляхата с участием Акима Ербулата Досаева. Как сообщил глава мегаполиса, особое внимание в городе уделят модернизации социальной инфраструктуры, повышению доступности и качества услуг образования и здравоохранения, а также развитию метрополитена в планах строительства сразу трех станций. Выделят необходимые средства и для выплат малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью не только. Подробнее о программе развития мегаполиса материал Адель Акжаркеновой. На внеочередную сессию Масляхата пришли депутаты, главы профильных управлений, Акима районов и глава мегаполиса. Заседание началось с доклада Ербулата Досаева. Аким города рассказал о социально-экономическом развитии. После началось обсуждение по утверждению бюджета. Планируется, что больше 68% от выделяемых средств направят на текущие расходы. Оплата труда учителей, воспитателей, а также закуп вакцин и соцподдержка населения. Больше 230 миллиардов тенге или 14,4% предусмотрено на финансирование инфраструктурных проектов. 20% составят бюджетные изъятия, резерв и гособязательства. Аким Ербулат Досаев сообщил, что объем социальной помощи в наступающем году заметно вырастет. Если на конец 2022 года бюджет социальной сферы составлял 506,4 миллиарда тенге, то в 2023 году он вырос почти на 160 миллиардов тенге, до 665 миллиардов в ноябре текущего года. А в предстоящем году на социальную сферу выделяется 726 миллиардов тенге, что составляет 44,7% от расходов бюджета города Алматы. Почти 10 миллиардов тенге выделят для установки в городе наружного освещения. В Акимате планируют полностью устранить эту проблему к 2025 году. Не менее актуальным остаётся вопрос пассажирских перевозок. В рамках развития третьей очереди метрополитена в ближайшие годы построят три станции. Помимо этого депутаты проголосовали за увеличение единовременной выплаты участникам декабрьских событий от 150 до 250 тысяч тенге. Уже в этом году ко Дню Независимости порядка 670 желтоксановцев, проживающих в городе, получат выплаты. Во многом такая инициатива была предложена в связи с инфляцией. Народные избранники также подняли проблемный вопрос о бездомных животных. Они отметили, что в городе не хватает спецприёмников для содержания бродячих собак и кошек. В 2022 году вступил в закон об ответственном обращении с животными, в рамках которых были приняты правила об выгуле содержания животных. Однако жалобы со стороны граждан по бродячим животным не уменьшаются. Какова ситуация по отлову бродячих животных в городе на сегодняшний день? Отвечая на вопрос, Ербулат Дусаев отметил, что полномочия по отлову бродячих животных перейдут на районный уровень. По его словам, местные исполнительные органы знают проблемные точки, а значит, смогут быстрее и эффективнее реагировать на жалобы жителей. С учётом всех спецприёмников, которые мы имеем в городе, у нас такой возможности всех собак держать невозможно. При этом мы активно с участием, я хочу поблагодарить наших волонтёров, людей, которые неравнодушны, они помогают нам за ними ухаживать. Вопросы их берут в новые семьи, но не в таком количестве, которым нам хотелось бы. Обсудили участники встречи и комплекс мер по обеспечению сейсмобезопасности в городе. Как сообщил зам Акима Аскар Амрин, завершена установка 28 сейсмостанций раннего оповещения о землетрясениях. Определено 545 пунктов приёма для пострадавшего при ЧС населения. В следующем году работы по сейсмо-аудиту продолжатся. Аделья Кжаркинова, Хангельда Ахмедханов, Телеканал Алматы. Стрит-арт-галерея под открытым небом появилась на заброшенном участке в Алматы. Граффити стену протяжённостью 420 метров оценила Ким города Ербулат Дусаев во время рабочего объезда в Медеусском районе. Ранее тротуар по улице Успаново от проспекта Достык до реки Сентай был узким, шириной в один метр, что было некомфортно для прогулок горожан. По поручению главы мегаполиса тротуар расширят до 5 метров и создадут комфортную пешеходную зону протяжённостью около 500 метров. Ербулат Дусаев высоко оценил объекты и поблагодарил художников за участие и вовлечённость в жизнь города. На самом деле город у нас разнообразный. И в нём должно быть всё, я считаю, представленным. Сохраняя дух Алматы, надо придать ему свежесть, вопрос энергии, то, что есть сегодня. Я хочу воспользоваться вас, поблагодарить за ваши труды, всё, что сделали, стекли для закупок в рахме. Ещё одним объектом посещения стал резервуар «Балхаш». Он должен обеспечить водой свыше 20 тысяч жителей микрорайона «Каменская плата», «Кольсай», «Мустал» и «Юбилейный». Жители верхней части Медеусского района подключат к подземным источникам водоснабжения до конца года. На предстоящие два года также разрабатывается проектно-осметная документация на строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью 140 километров. В концу 2025 года вопросы по водообеспечению района намерены полностью решить. В казахстанской транспортной отрасли острый дефицит кадров. Этот факт признал глава профильного ведомства Марат Карабай во время встречи с общественностью Алматы. Впрочем, по его словам, нехватка специалистов далеко не единственная проблема. Сферам авиации и железнодорожной отрасли требуется закуп нового транспорта, отметил министр. Речь также зашла и о других вопросах. Амина Усенова расскажет подробнее. В ответ на этот вопрос министр Марат Карабаев подтвердил, что действительно в отрасли нехватка кадров. Особенно остро дефицит наблюдается среди водителей общественного транспорта. Для того, чтобы решить эту проблему, считают он, в следующем году планируется внедрить поправки в соответствующий законопроект. В частности, для водителей категории Д1 снизить опыт работы до одного года, а возраст с 23 до 21. Дефицит кадров – это одна из многих проблем транспортной отрасли. Как мы сказали, не хватает около 6,5 тысяч кадров. Есть прямое поручение премьер-министра. Также дополнительно выделили тысячу грантов в 12 новых направлениях. В том числе обмен опытом 3-4 курсов заграничными предприятиями. Во-вторых, хотелось бы, чтобы был обмен опытом и между преподавателями. Затрагивая вопросы транспортной логистики, глава профильного ведомства рассказал, что через Каспийское море перевозится большое количество товаров в Европу и в соседние страны. По словам министра, из-за геополитической ситуации в мире, весь груз с Китая в Европу перевозится через транскаспийский международный транспортный маршрут, который пролегает через нашу страну. Остановился министр и на проблеме затяжных дорог. Он подчеркнул, что уже к лету следующего года планируется сдать в эксплуатацию три крупных автодорожных проекта. «Есть двух-трёхлетние проекты строительства дорог. Завершение этих проектов – наша главная задача. Это автотрассы Алматы-Астана, Талдхурган, Усть-Каменогорск, Атрау, Астрахань. Планируем уже в следующем году завершить работы и сдать в эксплуатацию. Есть проблемы и в железнодорожной сфере. Это устаревшие вагоны. Всего сейчас есть 2068 вагонов. Мы планируем закупить ещё 844 новых вагона». Обсудили на встрече и вопросы контроля транспорта, а также актуальные проблемы авиационного, водного и железнодорожного транспорта. Марат Карабаев отметил, что в сфере авиации планируется закупить 50 новых бортов и привлечь мировых лоукостеров. Жители озвучили не только свои жалобы, но и предложения. Амина Усенова, Медед Саматало, телеканал «Аматы». Стало известно, в каких регионах Казахстана лучшие и худшие дороги. 99% дорог в области ЖТСУ находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Тройки лидеров по качеству дорожной инфраструктуры также оказались по Владарской и Туркестанской области. В этих регионах показатели оказались на уровне 96,5 и 95% соответственно. А вот худшие результаты показала область Абай. Здесь не нуждаются в срочном ремонте. Лишь 77% дорог. Не радует высокими цифрами и область Улытау и Западно-Казахстанской области. Между тем, в стране резко вырос объем инвестиций в строительство автомобильных и железных дорог. На эти цели направили 274 миллиарда в тенге. Сразу на 42,5% больше, чем в прошлом году. Из них больше всего 62 миллиарда выделили Карагандинской области. На второй и третьей строчках оказались ЖТСУ и Западно-Казахстанской области. Такой анализ сделали на сайте finprom.gz. В Алматы прошла масштабная конференция, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией. Встречу собрала представители госструктуры и общественных организаций. На совещании подвели итоги за год и обменялись опытом. Помимо этого были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами участники, внесшие свой вклад в борьбу с коррупцией. За активную информационную поддержку в этом деле выразили признание и коллективу телеканала «Алматы». Мы сегодня заслушали годовой отчет антикоррупционной службы, в котором действительно сделано очень много и предстоит делать большая работа. Создана дорожная карта, по которой будут работать все общества. Еще одним действенным инструментарием по минимизации коррупционных проявлений в государственном аппарате является внутренний анализ коррупционных рисков. По инициативе нашего департамента внесено и поддержано агентством предложение об освобождении лиц самостоятельно выявивших коррупционные правонарушения. 45 сотрудников силовых ведомств привлекли к уголовной ответственности за пытки. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Артур Ластаев на международной конференции, посвященной нормам, обеспечивающим права человека. Количество осужденных, подозреваемых и подсудимых силовиков за последние 10 месяцев превысило показатели трех прошлых лет. Для примера, за весь 22-й год, 21-й и 20-й, было 42. То есть мы за 10 месяцев этого года привлекли к уголовной ответственности за пытки больше людей, чем за все три года вместе взятых. Это стало возможным благодаря политическому решению главы государства о передаче эксклюзивной подследственности расследования уголовных дел по пыткам в исключительную компетенцию органов прокуратуры. По словам участников международной конференции, проблемы во многих странах идентичны. К примеру, в Узбекистане, как и в Казахстане, актуален вопрос бытового насилия. В марте в соседней стране был принят закон, направленный на борьбу с подобными преступлениями. Если раньше в законодательстве не было нормы о домашнем насилии, семейном насилии, бытовом насилии, то сейчас есть конкретная норма, вплоть до уголовной ответственности. Более того, есть ответственность за сексуальное домогательство. Более того, предусмотрено оказание жертвам таких преступлений конкретной помощи со стороны государства. То есть государство выдает ордера на охрану, также оказывает социальную, экономическую, психологическую, юридическую помощь. Арктическая стужа с 40-градусными морозами ожидается на большей части республики. На выходных, как сообщили синоптики, казахстанцев ждет морозная погода без осадков. А на востоке страны пойдет снег. Осадки прогнозируются также на юго-западе и в южных регионах Казахстана. По данным Казгидромета, ночью температура воздуха понизится на северо-западе до 20-37 градусов, на севере до 30-38 мороза, в центре и на востоке страны до 25-35 мороза. Практически во всех регионах страны усилится ветер, а в южных ожидается туман. Это был последний материал выпуска. Мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Дина Женобекова. И Диас Мохаммедов. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин